Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, дадим с вами комментарии. Давайте приступим. Здравствуйте, Галя! Я смотрю ваш канал уже больше года. Очень нравятся ваши психологические разборы любых историй с турками. Хочу поделиться с вами своей историей. Возможно, вы поможете мне своими комментариями со стороны точки зрения психолога, потому что осадок у меня все еще остался и какое-то непонятное ощущение в душе. До нашей встречи с моим бывшим возлюбленным я прожила уже в Турцию около полугода, имела общение с турецкими мужчинами, но ничего серьезного, так как я всегда их слова о большой любви делила на два. Мы познакомились в ресторане, он был инициатором нашего знакомства. Ему 32 года, симпатичный, по характеру очень спокойный, закрытый человек. Сразу ставил себя как не такой, как все, нетипичный турок. У его семьи небольшая кафешка, в первый же день мы много общались и далее обменялись номерами телефонов. Через два дня мы списались и поняли, что между нами возникла симпатия. И получается, спустя неделю, может быть, чуть-чуть больше, после знакомства мы начали отношения. В течение месяца мы виделись абсолютно каждый день инициатором всех ежедневных встреч, был он сам. И в переписках, и в жизни он мне сочинял поэмы в стиле «Я тебя так люблю, я никогда тебя не оставлю, моя единственная любовь, только ты делаешь меня счастливым». Всегда говорил такие фразы «Посмотрим, какие люди плохие вокруг, турецкие мужчины очень плохие, есть девушки, но изменяют, а я-то не такой, я все говорю прямо всегда». Он мне предложил жить вместе, снял дорогое жилье, я не участвовала в выборе и не знала конкретных цен. Начали жить вместе. Он только днем уходил на работу, вечером возвращался и каждый день мы гуляли. Я ходил в рестораны, давал мне карманные деньги, всегда говорил, что он мужчина, будет меня обеспечивать и никогда не позволит, чтобы я тратила свои деньги. В общем, у нас было все идеально. Я чувствую любовь ко мне. Он даже плакал якобы от счастья, потому что я его так сильно люблю, у нас будут дети и все будет прекрасно. Как вы там говорили, я делила на два. Это тормознулось, да, немножко в письме. Все эти росказнетурок, а вот этому он как вам и слезы лил, и вы прям что-то максимально повелись. Не заметили, да? Ссоры у нас, конечно, были, но по мелочам только. И мы сразу же мирились всегда. С родителями я не была тогда знакома лично, просто стеснялась, отказывалась и откладывала это все. Но они знали обо мне. Его мама даже передавала мне привет по телефону. И так мы прожили прекрасные пять месяцев. Мне нужно было лететь в Россию, повидать родителей. А за два месяца до этого он мне признался, что у него начались проблемы с деньгами. Я спросила, почему он мне не сказал это раньше. Он ответил, что не хотел меня расстраивать. Хотя я никогда не говорила о том, что мне нужно какое-то дорогое жилье. Я не требовала от него ежедневные ужины в ресторанах. Он сам меня водил и сам все это предлагал. Он был инициатором всего этого. И каждый день он приносил с работы 400-500 лир, которые он мог потратить и нам на еду, и на всякое прочее такое. Что я даже и подумать не могла, что эти деньги он занимает или что-то еще подобное. Потому что он мне ни слова не говорил. Мы начали экономить, искать не такое дорогое жилье. Но до съема дело не дошло. Так как он сказал, ой, ты же хочешь полететь в Россию? Давай снимем подешевле, когда ты вернешься, чтобы дом просто так не стоял пустой. И в итоге он начал брать в долг деньги, так как его Мекан закрылся из-за пандемии. Чтобы не уходить совсем в минус, он брал в долг почти каждую неделю нам на жизнь. Затем, чтобы платить проживание в апартаментах, в которых мы жили, оплатить мою поездку в Россию. По нашей договоренности я должна была вернуться через месяц. И когда я спрашивала, где же мы возьмем деньги на обратный билет мне и на продление ВНЖ, он мне говорил, ну я не переживаю, я все найду, я все сделаю, я ему верила. В последний день, когда мы ехали в аэропорт, ему очень много раз звонил отец, и как он сказал, что накануне отец узнал про все его долги, и у них был очень большой скандал. В аэропорту расставались очень тяжело, как будто предчувствуя было у меня, что мы не хотели отпускать друг друга. После моего отъезда он вернулся в свой дом, купленный его родителями ему, по соседству со своей семьей. Мы все так же каждый день были на связи, 24 на 7. Говорил, что серьезно поругался с родителями, но попросил, чтобы я не думала о его проблемах, не переживала обо всем этом. Что он сам все решит, что деньги он в любом случае найдет. И эту тему мы больше не поднимали и говорили совершенно о другом. Прошел месяц, я в России. И он не говорит о моем возвращении. Тут я сама решила поинтересоваться. Он мне сказал, что денег вообще сейчас нет, его папа с ним не разговаривает, мама плачет каждый день, люди на улицах его ищут, потому что сумма долга достигла 60 тысяч лир. Я была в шоке и спросила, откуда такая сумма накапала. Он ответил, что с самого начала брал деньги на работе, когда ему положено было брать, к примеру, 100 лир, а брал он намного больше. И не хотел меня расстраивать, поэтому молчал. На вопрос, а как нам дальше жить, он отвечал, я не знаю, не знаю, не могу ничего сделать, работы нет, без денег, жизни нет. И несколько дней думала, что предложить, что предпринять. И в телефонном разговоре предложила свои варианты решения, что я сама оплачу билеты, визу, жилье. Он сказал, это сложно, но если ты так хочешь, окей, то мам, тогда я буду приезжать к тебе на час. Я не поняла, в смысле? Мы жили 5 месяцев вместе, а тут он будет приезжать ко мне на час? На что он ответил, но ты не понимаешь, если я уйду сейчас из дома, то меня выгонит отец с работы. Что мы будем делать без денег вообще и работая ни в каком другом месте, я работать не буду. Удой, удачно, у слезы я не буду. Условия. Тогда я спросила, у тебя же есть дом, почему мы не можем жить в нем? Тем более раньше его мама сама говорила, чтобы он перевозил меня туда с его слов. Он так говорил, на что он сначала сказал, окей, потом минут 5 подумал и говорит, ой, ну ты не сможешь тут жить, тут очень маленький город, здесь вообще ничего нет, и вообще у меня большие проблемы в семье, и, в общем, нашлись отговорки. Дальше я забила на все это. Мы общались, как и раньше, в стиле «люблю, целую», это подкрепляло, конечно, но это было при этом еще его нытье. Ой, я так устал, такие большие проблемы в семье, мне так плохо, я его поддерживала как могла, говорила, что все будет хорошо, но спустя месяц эта неопределенность мне надоела. Я снова вышла на разговор с вопросами, что мы будем делать дальше, на что получила ответ. А я ничего не знаю, ты прилетишь в Турцию, я ничего не буду делать, потому что у меня куча долгов. Я говорю, что мне не нужны его деньги, ведь у меня есть удаленная работа, мне было бы важно, лишь бы его присутствие рядом было. Он не давал ничего конкретного, только слова о проблемах. Он говорит так, как будто прощается, что ли, со мной. Он мне сказал, я буду молиться за тебя, ты только не болей, или не знай меня плохим человеком, я не для тебя, я для тебя сделал все, что мог, и так далее, и тому подобное. Короче, в итоге я сказала, что мне нужно подумать обо всем, и я хочу паузу. Я отчасти, конечно, хотела посмотреть, как он будет действовать дальше. На следующее утро он, как ни в чем не бывало, написал мне сообщение в стиле «Доброе утро, любимое». Я разозлилась от того, что он просто пытается закрыть глаза на проблему, и просто проигнорировала сообщение. Мы не общались уже 4 дня, он ничего не писал. Кстати, я заметила, что фотографии Турчанок в Инстаграме он лайкает очень активно, и девушек в подписках прибавилось. Не знаю, за эти 4 дня или еще раньше так было, так как я не особо-то отслеживала, как маньяк за этим не следила. Но в тот момент я решила проверить. Дальше я не выдержала, и сама позвонила ему. Он мне сказал, что я должна жить своей спокойной жизнью. «Я тебя люблю, но куча проблем». Или «Да, я обещала, но я не знала, что так случится со мной». Я была согласна подождать бы его какое-то время, когда все это закончится. На вопрос «А ты женишься на мне?» Он промолчал, хотя раньше ходил по улице и всем кричал, как он меня любит, и что женится на мне. И на этом мы с ним расстались. Галь, подскажите, пожалуйста, что это было вообще? Может быть, я в чем-то виновата? Заранее спасибо большое, извините, если длинно. Ты знаете, можно на ты, да? Ты знаешь, мне хочется почему-то на ты какое-то такое теплое чувство к вам, к тебе. Ни в чем-то не виновата. Чувак заврался вообще по полной программе. И в первую очередь заврался самому себе. Ему хотела жить на красивую ногу. Он встретил, может быть, красивую. Ты знаешь, что тебе скажу? У тебя есть работа на удаленке. Ты могла переехать в другую страну, просто жить, тусоваться там в тепле, в добре. У тебя на это были средства. Ты снимала квартиру, абсолютно независимая, устоявшаяся, свободная девушка. Познакомились его случайно там в кафе, в ресторане. Он хотел быть павлином, как многие здесь в Турке делают. Я рассказываю, мужики залазили в долги, чтобы производить впечатление. Но у него самого ничего нет. Точнее, зарплата там у него была, но хотелось гораздо большего. А чтобы больше иметь, надо больше работать. Он заврался уже настолько. Занимая деньги врал, тебе врал. Вообще, в принципе, проблема этого человека, что не расстраивайся, что ты не с ним в отношениях. Они закончились. Это плюс. Перешагни его и иди дальше. Потому что априори лгун огромный. Он уже забыл, кому где как соврал. Что он тебе говорил, а кому когда деньги занимал, говорил. И это же подписки, турчанки, лайки, девушки и вся вот эта история. Ну где гарантия, что через какое-то время, ну допустим, пожитнились бы вы, что он других баб не лайкал, не таскался там где-то с ними, не изменял и все прочее. Он же патологический лгун. Он подменяет реальность действительную на фальшивую, выдуманную, какую ему хочется видеть. И что самое, почему он продолжал врать, потому что он сам себе не может признаться. Это проблема вообще вот таких людей сейчас с самооценкой. Врать и жить вот в этой эйфории чужих денег, скажем так, да, люксовой, хорошей жизни какой-то. То есть красивая девушка, успешная под боку, производить впечатление, как ты там влюбляешься и так далее. Это классно, кайфово. И это как наркотик, для самооценки, она же была до этого низкая, я себя не очень любил, как ничтожество себя считал, ну условно, грубо говоря. А тут такая классная девушка меня выбрала, достойная, я на нее призвала. Он сам поверил, короче говоря, в свою ложь, от которой ему стало страшно трудно отказаться. И прижал-то ему хвост папа только, который узнал, который сейчас, я сто процентов, почему он не может от родителей съехать, потому что это условия папина. Я вам больше скажу, на ты, окей, пардон. Я не знаю, как его назвать. Вот, ну хитрец это не то, шнырь. Вот этот шнырь, когда родители папа взял за одно место, тепленькое его, и все вот это вскрылось. Я даю сто процентов гарантии, что он так преподнес историю, что виновата была ты. У нее большие запросы, она иностранка, а я же папочка и бедный, несчастный. Он же вон как себя бедненьким жертву выставляет, он жертва. У него типа с рук это все, где-то с детства у него история, он вся жертва в детстве всегда прикидывался для родителей, чтобы его не ругали за плохие его поступки. А в общем, я же жертва, это вот та деваха, с которой я жил. Да пап, мама, она же там вон славянка, им дофига что надо, такая же, как наша в Турчанке оказалась. Я думала, она такая за три копейки простая будет, а у нее требования, я у нее дом снимал и все, поэтому деньги попрал. Я ради нее, чтобы нас не опорузорить, семью, честь, фамилию. Хотела жить, конечно, я признаю свои ошибки, я был неправ, но это не я, бес попутал, я ради бабы все это делал. Родители же тоже, у них есть своя, скажем так, вторичная любви, когда никто не хочет видеть своего сына обманщиком и плохим. Они принимают, как сказать, заведомо закрывают глаза и говорят, ну да, сынок, ты не прав, но мы тебя поддерживаем. Но я, папа, всегда родители выплачивают долги своих детей, и папа выплачивает, скорее всего, выплатил уже долги. Он, наверное, так не оставился, у него деньги есть, да? 60 тысяч лир, ну большая сумма, но не такая огромная, это 600 тысяч рублей. Если у тебя есть более-менее свой бизнес, это можно, в принципе, наработать, заработать, отдать это можно. Я к тому, что его условия было. Раз она на тебя, так почему он не может вас к себе забрать? Потому что там рядом родители, они вас увидят. А он вас выставил в плохом свете, что вы виноваты, он себя вину снял, он предатель, он лжец. И его условия, скорее всего, было от родителей. А, ну раз она, она плохо делает, да, и ради неё ты деньги занимал? Он говорит, да, папа, мама, ради неё, она такая вообще, я не понял, с кем связался, она меня на бабки раскручивала, она вообще меркантильная. И они говорят, хорошо, мы выплачиваем за тебя долг, а ты остаёшь это держить под нашим контролем. Тогда уж раз баба плохая попалась, ищи себе турчанку, сынок. Тогда же с нашего одобрения. И он, чтобы папа не гневался, по попе не шлёпал, не наказывал, говорит, ну ладно, папочка, хорошо, будем вот так делать. А вам рассказывает по-другому. Это такая хитрый уж. И нашим, и вашим. Но всё с выгодой только для себя. А вам вообще такой мужик-то нужен? Ну я к чему? Зачем тебе такой мужик? Сто процентов даю. Он выставил так, всё виновата ты. Ты просила, ты тянула. Я понимаю прекрасно, что ты этого не делала. А он это представляет вот так. Для своих родителей, чтобы по шапке сильно не получить, типа задницы своей. Это ребёнок, манипулятор своими родителями. И он вот этот несерьёзный ребёнок, он этим своими заёмом денег, не думая о завтрашнем дне, как деньги отдавать, только подтверждает свою позицию в районе 10 лет, то и меньше, скорее всего, которая о завтрашнем дне не думает, как будет отдавать долги. Безответственный, инфантильный лжец. Это реально поведение 9-10 лет детей, которые подстраиваются под ситуацию, чтобы их не поругали, и начинают там врать и забираться как-то. Поэтому вины твоей никакой нет. Хочешь вернуться в Турцию, ты можешь себе это позволить, если ты на фрилансе, у тебя есть деньги, возвращайся, живи в другое какое-то место. Я имею в виду не прямо, где он живёт, да, ну, не где ты раньше жила, чтобы адреса не знала, ну, просто в какое-то другое место. В том же городе, в другой район, я имею в виду, если там нравится. Короче, да, без вопросов. Вины, не надо себя ни в чём винить. Знаешь, чем твоя вина? Потому что через не хочу, скажем так, отношения начала. Мы просто познакомились, общались, а потом поняли, у нас что-то началось, и вот так я втянулась, он тебе слишком... Знаешь, ты не задумывалась о том, откуда он берёт деньги. Тебе не хотелось, скорее всего, если бы так вот поразмышлять, прикинуть, ты бы поняла, что что-то здесь не то, не может у него столько денег быть, но ты сознательно, скажем так, вот эти звоночки проигнорировала. Сильно себя завинить за это не надо, ты просто в будущем, в отношениях, сделаешь выводы и в следующий раз обратишь на это внимание. Ну, опыт, вот такой вот опыт, ну, что теперь бывает, ничего страшного. Но возвращаться с ним, общаться, и вообще вычеркни свою жизнь этого человека, это патологический угон. Я больше, сто процентов даю вероятность, что он реально выставил тебя виноватый в глазах своих родителей, чтобы их гнев меньше был. Предатель, это предательство. Хотя инициатива на самом деле всего его личная была. Что вы скажете девушке? Подскажите ей комментарии, поддержите её. Я считаю, вообще, это нормальная ситуация. И, скажем так, ничего там страшного, такого нет. Это просто опыт на будущее, правильно? Ну, обидно, конечно, много чего обещал, но, в деле, такой возраст некритический, да, распыляться. Пять месяцев это не так много, не 3-4 года, как некоторые живут. Так что, ну, да, было, окей. Я люблю себя больше, чем вот такое. Всё равно, не расстраивайся, всё будет нормально. Не вступая с ним в отношения, это такой шны вообще. Это не мужчина идеальный, который должен быть хорошей, достойной девушкой. Вот что я хочу сказать. Я под видео оставляю свою почту. Вы также можете, как героиня письма, написать мне. Я озвучу вашу историю, разберу подобным образом видео. Или записаться ко мне на психологические консультации. Пишите комментарии под видео, советуйте ей. Ставьте лайки и распространяйте видео в соцсетях. Спасибо за внимание. Всем пока.